Нарколаборатория 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 После установки приложения на телефон молодой человек лишился около 2 миллионов рублей. Звонок ему поступил от якобы сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями московской полиции. По словам мошенника, в эти минуты на его имя неизвестные пытаются оформить заем в размере 1 миллион 800 тысяч рублей. Для поиска преступников он настоятельно рекомендовал установить приложение для проверки смартфона на вирусы. Затем ему пришло уведомление об одобрении кредита и он нажал вкладку «Одобрить». Звонивший порекомендовал незамедлительно обналичить деньги, пока это не сделали мошенники, и перечислить их на номер безопасного счета. Все проведенные операции мошенник просил молодого человека удалять и о данном факте никому не сообщать. Молодой человек выполнил все рекомендации и перечислил нужную сумму. Связь со звонившим после этого прервалась. Расследование продолжается. 21 сентября в начале седьмого вечера в селе Акчеево Ельниковского района горело строение сельскохозяйственного склада. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось сбить пламя. По предварительным данным, пострадавших нет. Жительница Саранска, сбившая школьника, выплатит компенсацию морального вреда. Травмы 10-летний ребенок получил в апреле этого года. Утром на улице Осипенко его сбила 58-летняя водитель Мерседеса. В результате ДТП школьнику понадобилась медицинская помощь. За данное правонарушение женщина привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации к штрафу в размере 17 тысяч рублей. Прокуратура предъявила в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о взыскании с виновницей ДТП компенсации морального вреда, причиненного здоровью, в результате дорожного транспортного происшествия в размере 150 тысяч рублей. Между участниками ДТП было заключено мировое соглашение о выплате компенсации в размере 70 тысяч рублей. Авария с пострадавшим произошла 21 сентября в Темниковском районе Мордовия. Вечером на автодороге Атюрьева-Темников 20-летний водитель не справился с управлением Нивы-Шевроле, внедорожник перевернулся. Молодой человек при этом был пьян и водительских прав не имел. Серьезные травмы получила 18-летняя пассажирка Нивы. Ее госпитализировали в больницу. В этот день в Саранске пенсионерка выпала из салона автобуса на проезжую часть. Инцидент произошел в Октябрьском районе города. 72-летняя пассажирка поднялась в общественный транспорт, а в это время водитель тронулся с места, не закрыв дверь. Пожилая женщина не удержалась на ногах и выпала на дорогу. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. Еще одно ДТП с нетрезвым водителем и без прав произошло в час ночи в селе Монастырское. 17-летний парень ВАЗа на улице Первомайской не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 35-летний, 17-летний и 16-летний пассажиры с различными травмами госпитализированы. Несовершеннолетний водитель самостоятельно обратился в больницу. ДТП 35-летний, 17-летний и 16-летний пассажиры с различными травмами госпитализированы.